Привет, зритель! Смена дизлокации, да? Если ты постоянный зритель, то для тебя это смена. Если ты только пришёл, то welcome to hell. Для тебя это новый фон, новый блог, новый человек. Короче говоря, сентябрь внезапно подошёл к концу. Завтра последний день. Сегодня воскресенье, завтра понедельник. Так, первый месяц осени заканчивается, и я наконец-то сподобилась обозреть. Ну, я надеюсь, это всё видно. Ароматы осени. Моя подписчица Лёлька из Тюмени жаждала очень эти ароматы. Но у меня все руки не доходили, и флешки не было. И вот я тут растрясла, вообще вчера вспомнила, что у меня в экшен есть 32-гиговая флешка. Честно, не опишу. В общем, к монтажу подобавилось 32 гига, 64 гига, и ещё будет сколько-то. Но я постараюсь это всё-таки смонтировать до того, как наступит следующий год. В общем, с чего бы начать. Ну, я, конечно, когда дала такой запрос, у меня слегка в распрох застал. Потому что тогда я как бы юзала её духи. Уже начало сентября было. Они будут пустой баночкой за сентябрь. И как бы я не напрягалась, что что-то надо выбирать. Понимала, что эти духи закончатся в итоге раньше, чем осень. И надо ещё что-то. И я перерыла свой архив духов. Закрома Родины. Да, ролик, который тоже Лёлька просила на обзор парфюмерии, который сейчас у меня есть. Я всё-таки сделаю, постараюсь. Ну, в смысле, как бы я сделаю, но вряд ли, что сегодня. Но постараюсь на днях всё-таки записать. В общем, порыла себя в закромах Родины. Частично перенюхала, частично поняла. О, думаю, вот эти духи, они мне точно понравятся. Вот и как бы обычно на осень и зиму, вот на раннюю весну, на такое холодное время года ищутся такие тёплые, тяжёлые ароматы, которые в жару очень переносимые, да? Те, которые такие лёгкие, весенние, летние, тёплые, они как бы на холод тоже вообще не катят. Но вот у меня внезапно тут и есть и те, которые катят мне лично в этом году, и те, которые обычно типа тёплые такие, тяжёлые ароматы. Ну, и я начну, наверное, вот. Кто бы мог подумать? Нейроли, секрет де санс, туалетная вода. Точнее парфюмерная вода, пардон. И фраше, по-моему, она уже тоже скоро будет снятостью, если ещё не есть. Потому что я знаю, что и фраше закрывают свою серию этот секрет де санс. Секрет эссенции, эссенционный секрет. Но я не знаю, почему они его закрывают. Но речь сейчас не о том, что они его закрывают. Почему? Можно сказать, это снятость. Нейроли, 50 миллилитров. У меня была ещё Минька, я помню, их покупала года 2 или 3 назад. Они ещё живы. Они ещё точно так же пахнут. И они у меня почти не заюзанные, смотрите. Но вот внезапно осенью, когда дубак, они мне так нравятся. Я же, если мне нравятся духи, то я не отделываюсь одним шиком. Правда, иногда это не совсем удачно для окружающих. Мне так кажется, что круто так это. Иногда даже не совсем удачно для меня. Потому что я привыкла шикать так вот сначала суды. Потом суды. Или суды и растереть. Потом за одно ушко, за другое. Вот сюда вот ямочку на шейке. Ещё на волосы. И иногда ещё вот так вот просто по всем и сверху. И покружиться под этим шлейфом. И кайф, кайф, кайф. Я сейчас не буду прыскаться. Хотя сегодня ещё не душилось. Я ими прыскнусь. Хотя не буду. Потому что мне ещё надо обозревать кучу других. И у меня будут просто... Я не смогу осилить другие ароматы. Я ими потом прыскнусь. Ну вот вчера я ими прыскалась. Они мне очень нравились. Хотя нет. Я сегодня прыскнула на волосы, когда ехала в сад. Так вот один раз пшик. Думаю, мало ли чего. В общем, с чем могу сравнить? У Ифраше была такая замечательная, шикарная туалетная вода. На тот момент она ещё держалась дольше 30 минут, как последующая вода из этой серии. Утро в саду. Цветок апельсина. Он у меня был. По-моему, он у меня сплыл. Ну, в смысле, закончился. Возможно, всё-таки он закончился. Уже был в каких-то пустых баночках. В общем, оно мне напоминает вот эту вот туалетную воду ифрашевскую, опять же, как я уже говорила. Утро в саду. Цветок апельсина. Оно мне напоминает то, что будет в этой батарее духов на осень. Цветок вишни. Тоже из серии утро в саду и тоже ифрашевская. Ну и вот оно само такое на руле. Оно такое слегка горчит. Такое, с другой стороны, нежненькое и летнее. Ну, оно мне так нравится. Слушайте, внезапно оно пошло именно этой осенью. Мы это вот жалко. У меня сзади на стол рука не дотянется. Хотя нет, дотянется. Смотрите, дотянулось. Оно не будет видно. Не будет видно, поэтому я сюда поставлю. Хотя нет, у меня тут баречка есть. Ладно. Вот сюда поставлю. Как бы надо бы от лёгкого к тяжёлому. Ну, рука у меня подтянулась к духам от Эйвен, которую я когда-то покупала, когда ещё, кажется, была представителем. Они стоял этот флакончик на такой, ну, как бы на страничке. Показан флакончик, а страничка такая слегка фиолетовая. Лиловая, сиреневая, какая-то таких вот оттенков. Я была уверена, что флакончик и цвет воды точно такой же. Я слегка была расчарована, но аромат, вот, один из моих любимых ароматов. Это у нас Парижьян Шик от Эйвен, парфюмерная вода. Смотрели, сколько его уже осталось. Я его даже отливала в флакончик со спреем, потому что этот, у меня, похоже, флакончик есть Эйвен Фурбланка, который лет 15, он аромат не изменил совершенно, но её в этот раз её здесь нет. Вот я палец поднесла. Теперь палец будет пахнуть. Ну, в общем, на пальчик. И делайте то же самое практически, что и со спреем. Правда, тогда придётся нылить на руку и на волосы. Но это как я делаю, не знаю, как вы. Вообще поделитесь своими вариациями душения, ароматизации собственного тела в каментах. Будучи вы мальчик или девочка. Ну, мальчики тоже люди, они как бы могут прыскаться. Мне очень-очень нравятся такие унисексовые ароматы, которые, в общем, у женщинам подходят, да, и вот мужчины такими пользуются. Я вообще тащусь. Так, 50 мл. Тут тоже парисян шик. И оно мне напоминает немножко... Вот вообще оно мне напоминает, я к ней потом перейду тогда, несколько нот любви от Ифраше. Оно мне напоминает, есть что-то такое, вот именно с несколькими нот любви. Оно мне напоминает эликсир Ифрашевский, который пахнет пластилином. Этот классический эликсир. Оно мне напоминает немножко Ирис Нуар, который уже снятость. Ифрашевская, вот это тоже Секрет Де Санс, который давно уже снятостью, у меня давно его уже нету. Печаль. Если вдруг у кого-то что-то осталось, и вам оно не надо, подарите лёльке! Слушайте, я такая на глаз стала что-то. Четыре года канал отвела, и вдруг моё самомнение из-под плинтуса выплыло на уровень обычного нормального человека, уверенного в себе. В общем, оно какое-то вот, немножко, мне кажется, слегка янтарное. Светлого такого янтаря, когда ездила в Калининград, мы ходили с экскурсией на Курскую косу, и там вот были такие всякие лоточки с их янтарём. Я купила себе колечко с кошечкой с янтарём, и браслетик тоже с кошечками, тоже разные такие янтари по цвету. Вот напоминает один из этих янтарей. А вообще, наверное, тем, кто разбирается в алкоголе, дегустаторы, да, наверное, напоминает какой-нибудь алкоголь. Вот я смотрю вот так на просвет, это вообще мне напоминает немножко ещё виноградный сок. Или виноградный с яблочным соком. В общем, они тоже очень хорошо. Обычно я их использую вот как раз, когда холодно, такая вот холодная осень, холодная зима, начало холодной весны. Иногда летом я их использовала, но вот в этот раз они у меня в этом обзорчике поучаствовали. Ну и, как говорил, перехожу вот к этим духам. Это у нас несколько нот уви, тоже вода парфюмерная, пардон, и фраше. Есть такой же вариант, как туалетная вода, несколько нот уви, но она совершенно отличается. По аромату мне она не подошла в своё время. У меня была минька такая, может быть, даже ещё живая. У меня был подобный флакончик, но вот получилось так, что, знаете, у вас бывает такое. Я не знаю, может, конечно, я неправильно сделала, но человек, который мне это подарил, спросила она как бы. Я думала, что она, наверное, не будет против, что я так поступила, по-хамски, можно сказать, в каком-то плане. Ну, мне бы оно стояло ещё 300 лет. И, конечно, ему ни холодно, ни жарко, но вот получилось так, что нужен был подарок. Человеку какие-нибудь духи, которые подходят, вот у нас невкусы одинаковые. Человек-родственник мой, хоть я её очень редко, очень-очень редко вижу, но получилось так, что вот надо было что-то в упаковочке. И вот в упаковочке были они. А эти у меня стоят ещё, я ими пользуюсь. Они, кстати, с прыщиком, так же, как на ролике. У них цвет, по-моему, похожий даже на парижян шик. Что-то есть такое. Оно тёплое. Тягучий такой, тёплый аромат, мне так кажется. И он, конечно, всё-таки на холодное время года, но иногда и на тепло. Вот там шикнулся чуть-чуть, иногда в теплое. Ну, конечно, на самую жару, мне кажется, он не подойдёт. Но вот именно на тепло такое вот не сильная жара, не очень холодно. Но и на осень оно очень даже подойдёт. Если вы любите такие ароматы, с чем его сравнить? Ягоды, малина, что-то такое просвечивает. Немножко такого напоминания на тот же эликсир, скорее, Буассенсуэль чуть-чуть есть. Вот нет нотки эликсира чистого, но вот что-то общее с Буассенсуэлем есть. И немножко на парижян шик смахивает. В общем, что-то такое тёплое, вкусное, сладкое, но не притерное. Оно мне очень нравится. И, может быть, даже есть чуть-чуть нотки от Эрис Нуара. В общем, вот такой вот замечательный флакончик у меня тут есть. И я им пользуюсь. Вообще, в сентябре вот все, которые тут стоят, я их заюзала. Чисто некоторые я даже вот доставала просто... О! Думаю, просто нормально пойдёт на осень. Какие-то доставала, но они не... В общем, забраковались мной на осень и убрались обратно в эту коллекцию парфюмерии. Поэтому к чему бы нам перейти. Тут у меня есть два схожих аромата. И рука у меня тянется к Эфраше. Мои самые любимые духи. Есть цветочные диски, которые сняты. По ходу дела их Эфраше тоже всё-таки катапультировал. К сожалению, в 2011 году Эфраше выставил этот цветочный диск красненький. Потом были полупрозрачненький флакончик. Потом, значит, розовенький какой-то такой флакончик. Потом был этот ночной цветочный диск. Но вот у меня осталось только красненькое. Кстати, подписчица Лёлька Тарелла, за что ей большое-большое спасибо. Мои любимые духи. А вот эти – это одни из первых духов, которые мне шли в подарок Эфраше за закат в 2011 году, когда я стала заниматься Эфраше, скажем так. И которые я сама покупала. Эти я тоже сама покупала. А у меня есть даже именно духи в том самом смысле, что в прямом смысле. Вот эти духи вот такие с прыжечкой, они там что-то дофига стоили. У меня был какой-то, помню, бонус на 700 рублей скидка. И у них было потом, они шли по скидке 700 рублей. Они у меня вышли что-то за 1700, как-то так и вышли. И там 30 мл, и там вот именно такой аромат, что вот преснешься. Вот именно масляная, наверное, основа. Именно вот концентрат этих духов очень долго держится. Эти-то тоже держатся вот на теле, даже вот хоть замойся под душем трое суток. Ну, на одежде там где-то месяц или как-то так. Это у нас, как явность, evidence. Come in evidence. Лимитированная коллекция. Какому там юбилею, я уж не помню. Это у нас тоже парфюмерная вода. Есть, кстати, и туалетная вода. И вот что туалетная вода, что лимитированная коллекция, что парфюмерная вода, что духи не все пахнут практически идентично. Единственное, что вот разница в том плане, что какие-то более стойкие, какие-то супер стойкие, а какие-то не очень стойкие. Но вот у меня осталось в итоге только духи и вот эта парфюмерная вода. Раньше очень много всяких было вариаций и тоже некие вот коллекции лимитированные. Вот оно тут такая как бы... Бывает такая обработка металла драгоценного, как обычно на серебре встречается, но иногда на золоте алмазная. Не помню, гравировка или нет, другое, скорее всего, слово. В общем, алмазная такая обработка. И вот тут как бы будто бы на стекле вот такие стразы или мелкие какие-то драгоценные камни. Очень красивый, дорогой флакончик так выглядит. Как принято говорить, дорого выглядит. Но мне очень нравится вообще парфюмерия и фраше. Я не считаю, что она какая-то супер дешёвая, потому что ну не каждый. Вот сейчас даже с учётом, как у них там обновление ассортимента, и пластиковый флакончик 10 миллилитров и 750 рублей. Мне кажется, не каждый человек себе может позволить. По крайней мере из России. Не знаю, как там вот на Западе, где вот всё оно бывает, но очень классный такой пудровый аромат. Считается, что он как бы такой тяжёлый для каких-то там супер пожилых женщин, которые считают себя супер пожилыми женщинами. У меня ещё иногда так друзья и родственники некоторые говорят, бавские духи, бавские, бавские, бавские. Но я вот сейчас открыла, такой тонкий нежный аромат. И они универсальны, их можно пользоваться с жару. Только один пшик. Чем отличается? В собачий холод, в холодное лето, в тёплое лето. Но у нас в этом году выдалось по большей части холодное лето. Осенью, зимой, весной. Иногда просто ароматизировать комнату или настроение поднять, или даже, ну, у меня как бы нет такой нужды, как вот, знаю, что некоторые блогеры там снимают видео про какой-нибудь парфюм или что-то такое. Поднять настроение. Ну, чисто прыснуть. И аромат такой классный. Нежный, сладкий, но не приторный даже вообще. Вот, ну, для меня вот я чувствую именно вот эту сладость. Нежный, пудровый, сладкий, тонкая, тонкая сладость, аромат. Ни с чем, я не знаю, с чем вообще сравнить. Это уникальные, мне кажется, по аромату духи в Эфроше. Нигде они не повторяются, как, допустим, Эрис Нуар и чёрная ваниль отголосками идут в Ассенцуэль эликсире. Или тот же эликсир перекликается с несколькой нот любви. Вот это вот просто шикарные, божественные духи на все случаи жизни. В общем, мне они очень нравятся. Я практически в любви сейчас призналась. Это признание, признание. И что внезапно повторяет в Эйвен? Я помню, когда я ещё была представителем Эйвена, делала обзор этих духов, я ещё тогда сказала, что как раз, по-моему, хоть я не затрагиваю эти темы и стараюсь не затрагивать такие темы на своём канале, и против затрагивания в комментариях и вообще этого, ну, когда там что-то, я даже до сих пор уже как-то, вот несколько лет уже не особо так слежу, что там сейчас происходит в России и относительно других стран, но когда какие-то санкции случились относительно России, и тогда что-то было геморр, ну, как бы покупаешь то, что ближе, покупаешь то, на что есть возможность купить. И аналоги каких-то духов и фрашек, которые как-то были, не знаю, я боялась, что будет такое, что вот Франция там перестанет общаться с Россией, аналоги внезапно находились в Эйвен, там, где вообще не ждёшь, и вот практически идентичный аромат, тоже очень хорошая такая стойкость. Я помню, на сайте у них в самом каталоге писалось, что 8 часов 100% на стойкости минимум на тушке действительно так и есть. Эйвен Прима. Я помню, их тогда покупала, у меня даже, кажется, гель для душа был, вроде даже молочко, пара тюбиков было этих молочко или лосьон для тела. Идентичный практически аромат. Вот сейчас я вскрою его, потому что как бы я сегодня ещё не вскрывала его, и, возможно, он будет по-другому пахнуть для меня, в отличие от того, как было сейчас с Эвиденс. Но внезапно он пахнет примерно так же, только более глушее. Так же нежненько, как Эвиденс. Но не то, чтобы более тонкий или более изящный, скорее всего, вот этот будет более изящным в этом плане, вот именно на сегодняшний день. А этот, он более тонкий. Он, скажем, как бы... Ну, вот вам нужно собраться на какой-нибудь вечер такой, где такие гламурные отсыпы, да, и вот вы все должны быть такая при параде, и не упасть в грязь лицом, я думаю, вам подойдёт именно Эвиденс. А если вы собирались, допустим, просто с друзьями погулять, там, по магазинам, кафе или ещё что-то, и точно так же, даже если в определённое время, в равное время встреча такая бы или такая-то, то вот подошла бы Эйвен Прима. Так, чтобы не перепутать, мы их сюда уберём. Итак, я подошла к лёгко-весенней ноте, которая как бы не вписывается в ароматы осени этого года, но внезапно у меня она вписалась. И Фраше опять же, череш, цветы вишни, утро в саду. Тонкий, с горчинкой, можно сказать, в каком-то плане нежный аромат, но он такой игривый, мне кажется, и... Аромат вишни, аромат цветов вишни, аромат цветов, можно даже сказать, сливы, аромат цветов тёрна. Вот у нас в деревне там выросли самосевом, в некоторых местах сливы, в некоторых местах не самосевом, как выяснилось, эти самые сливы. И вот тёрны, вот они примерно одинаково пахнут, как этот аромат вишни. И он с горчинкой. И он вот какой-то уникальный, сам по себе обособленный аромат, никуда не тянется, но, конечно, он всё-таки общится с той туалетной водой, которая у меня всё-таки, правда, закончилась. Цветок апельсина. И немножко всё ещё продолжает тянуться к неролькам. Конечно, он менее стойкий, чем, допустим, неролин. Но он, я опять повторюсь, он не такой быстро выветряющийся, как современный его, вот... Ну, когда он там вышел, да, года четыре, что ли, назад, я его покупала, или года три, может быть, назад. Он, причём этот я повторяла, как принято говорить, что вот уже купил и снова закончился, снова купил, повторно. Он в сравнении, допустим, той же вот жимолость у них там была, или цветок ландыша, или ещё что-то в утро в саду. Наверное, цветок ландыша был, его хватало на 30 минут. Вот просто он, всё, выветрилось, вообще не заметил как. Этот всё-таки держится, наверное, в порядке часа 3-4, где-то так. На волосах намного дольше, на одежде, соответственно, но вот тоненький аромат, и всё равно где-то так остаётся такая тоненькая шлейфовая, даже не знаю, вуаль, скорее всего, или тюль какая-нибудь, чем ещё сравнить, что такое вот совсем тонюсенькое. В общем, очень классное. На осень внезапно так и подошло. И тоже можно сказать, что он лёгкий такой, летний, и можно сказать, даже переход между вот этими лёгкими ароматами, нероли и цветов вишни от Ифраше, к этим тёплым ароматам, которые конкретно такие тёплые. Это эйвановская туалетная вода. Love. Любовь. Ванилька и мандаринка. Конечно, надо бы её прыснуть, потому что сейчас вот чуть-чуть улавливается, она настолько нежная, нежно-нежно-тоненькая, но я помню, как она пахнет, я просто её открыла внезапно, думаю, блин, чем бы подушиться сегодня, в сентябре как раз вот в этом месяце. И внезапно потянулась мне рука, так приснулась, и мне так пошло. Очень даже, хотя был довольно холодный день, на самом деле, в общем. Но они, конечно, не очень стойкие, там 2-3 часа, но они тоже очень хорошие, мне нравятся. Ну, смотрите, сколько я их уюзала вообще за всё время бытия, их покупала, когда ещё была представителем A1, не долгий год, полтора, уж не помню, ну, в 2015-м как раз где-то, примерно, может, месяца через полтора, как стала снимать видео на канале в роли видео, когда стала использовать YouTube, свой аккаунт на YouTube, именно как блог. Не печатный, где я раньше, допустим, печатала эти посты, писала рукописным, печатным шрифтом с фотками, а именно видеоблог. Вот с тех, где-то так, времён, где-то там года полтора, в 2016-м, кажется, или в начале 2017-го, уж не помню, ну, где-то, может быть, даже 2 года я была этим представителем, потом меня так катапультировали, но вот я тогда ещё успела их приобрести, и, в общем, очень классные духи, мне нравятся. Ну, не духи, конечно, туалетная вода, но я тут и духи, и парфюм, и вообще всё это называют духами. Так, и перехожу я от подарка от Лёльки из Тюмени. У меня был просто аттракцион, она мне дарила в прошлом году на день рождения, он у меня как-то сначала опрыскался, потом как-то не очень, а потом за 3 месяца я его так уделала. И вот аттракцион. Сенсация. Аттракционная сенсация. Вот честно, он мне очень напоминает, практически один в один, может быть, кто-то из вас, зрителей, такие духи застал. У меня в своё время подарила моя тётя. Ну, как бы у меня стояли, пришли, такой вкусный аромат, так нравится, лет 10, может, назад уже. И, ну, тебе что, нравится, да. Ну, она мне дала. И красные Арифлейм Диваш, кажется так. Один в один, я знаю, что именно красные Диваш в Арифлейм вроде как уже года два или как-то сколько-то там, ну, уже не выпускают. Потому что я его как-то искала в интернете, вконтакте, смотрела, читала комментарии, поняла, что он снят. Вот, к сожалению, фирмы такие вот косметические, очень хорошие продукты, которые любят потребители. Эти же фирмы любят их снимать, не знаю почему. На них, мне кажется, идёт очень большой такой спрос. И если бы сейчас возродил, либо, допустим, тот же Рис Нуар, Оду Любви, это я про Ифраше говорю, или ещё что-то. Вот тот же Этернел Мэджик, кстати, от Эвен, он очень напоминал Эрис Нуар. Вот я думаю, люди бы у них скупали это, если не про запас, какие-то духи я помню скупала про запас, так же, как девочки, на тот момент, с которыми я общалась на определённом, на одном форуме и одной группе ВКонтакте. Ну вот, чисто вот это, а вдруг снимут, а тут у тебя есть. И я помню, у меня Эрис Нуар, но он стоял очень долго-долго, он уже был снят, у меня ещё полтора флакона осталось, и туалетная вода 75 миллилитров, и парфюмерная 50 миллилитров, и даже малюсенькая минька 5 миллилитров. Я уже так обнюхалась духами. Он тёплый, в меру сладкий, вот чисто вот сейчас мои мысли. И может быть с какой-то такой перчинкой-горчинкой, но он всё-таки вот внезапно мне напоминает несколько нот любви от Ифраше. Чем напоминает? Не могу передать, но если вы нюхали, пользовались, тестировали подобные ароматы, этот и тот, то, возможно, вы разделите мои мысли. И осталось у нас буквально два флакончика. Этот, мне стало его жалко, я его пользовала, я помню, мне гель для душа такой, формированный, такой подарила Лёлька из Тюмени, всё та же подписчица, это у нас Фаберлик, Феерик Сенсуэль. И мне очень понравился тот гель для душа, потом она мне прислала ещё один гель для душа, и вот эти духи там были как бы такой парочкой, и они у меня сначала пошли, а потом я про них благополучно забыла, и тут я их открыла, думаю, они же такие вот как раз на холодное время года, думаю, надо их открыть и дать им шанс. И внезапно они получили шанс, потому что я их сейчас обозреваю. Они из серии, как говорит, вот эти, как и уже про какие-то тут уже говорила, как бы, про, скорее всего, Эвиденс, сокращённо, кстати, его называли Эвик, почитателей парфюмерии и фраше, особенно именно этого аромата, как явность. Вот этот вот Ферик, он тоже как, он не похож совершенно на Эвиденс, он не пудровый, мне кажется, но он такой немножко тяжеловатый, вот на холодное время года его много на себя не выпрыскаешь. Я его честно юзала, и в холодное время года тоже. В летом он не пойдёт, скорее всего, потому что он как бы тяжеловат, но он вполне себе вот так вот прыснулся и ходи весь день. Наверное, его надо прыснуть, потому что последние, которые остались в духе, я знаю, как они пахнут, я про них уже несколько раз тут говорила, ассоциации приводила, мне не обязательно их даже нюхать. Так, преснись куда-нибудь. Внезапно они пахнут чем-то лёгким. лёгкие, чуть-чуть уловимой сладостью, без всяких горчинок, и они постепенно начинают открываться какой-то вот такой, ну, такой ноткой тяжелости, не ноткой тяжести, но именно вот как бы тепла. Вот. Мы им тоже вознесли воду, они тоже попали в мой обзор осенней парфюмерии 2019, и вот одни из моих любимых, я второй раз их покупала, именно 30 мл сама. Мне такие 15 мл дарила подписчица Лена Минстера Москва, которая говорила как раз вот с теми духами несколько нот любви. Получилось так, когда она мне собирала посылку, она сказала, ну, по моим восторженным отзывам она выбрала в подарок вот такие-то духи, но они совершенно не подошли. Лёля, хочешь? Лёля, хочешь? Лёля, хочет. Ну, и в общем, они ко мне пришли, а потом вот они, кто-то из них, или те, которые я покупала, или те, которые мне подарили, они ушли. Так, это у нас, как я уже сказала, Буассенцуэль, свой эликсир Буассенце, или Фраше. По-моему, его ещё не захотели снимать, на моё счастье, хотя, да, он может даже и не Секрет Де Санс, я уже не помню, кажется, всё-таки Секрет Де Санс. Серия, но тут ничего не написано, кроме того, что это Логасии, Франция, и сделано во Франции, и вода парфюмерная. Вот видно, что я их уже поюзала в своё время. Универсальный аромат, как мне кажется, но иногда на суперсильную жару всё-таки не подойдут. на холод, на прохладу, на тепло, на дубак, такой собачий холод очень подойдут. Вообще шикарный аромат, мне очень-очень нравится. Он вот сам эликсир, как я уже говорила, он мне не нравится, он отдаёт для меня пластилином, классический эликсир, а тут переплетается аромат пластилина, аромат ириснуара и чёрная ванили. Вот они все так переплетаются, и очень хорошо друг на друга ложатся, они мне очень-очень нравятся в этой гармонии между собой. И вот на этой ноте и на этих духах я, пожалуй, закончу свой обзор. Я надеюсь, у вас тоже есть какие-то свои согревающие ароматы в холодную осень, в просто осень, которые поднимают настроение и ароматизируют окружающую вас окружающую среду, скажем так, в воздух и дают тепло, и очень вам нравятся, и, возможно, даже какие-то из моих перечисленных мной тут в обзоре духов есть у вас, и если это так, ну, дайте знать, комменты, я порадуюсь за эти духи, что они нравятся не только мне, а ещё кому-то. Всем спасибо за просмотр, и пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok